Телефорум в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы назвали тему так – учимся учиться. Я же негласно назвала ее своеобразным родительским собранием. Ну что же, в февраль на дворе уже начинаются курсы подготовки первоклассников, а кто-то еще и со школы не определился, а кто-то уже давно готов к школе. Так вот, сегодня мы в Телефоруме обсудим, какие же инновационные системы существуют, и нужны ли они современным школьникам, может быть, стоит обратиться к той самой классике, на которой мы все с вами выросли. Сегодня разобраться в теме нам помогут инициативные родители. Первой к нам присоединилась Екатерина Смирнова. Екатерине удалось создать Жоховский класс во Владимире. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Кроме того, с нами сегодня психолог Наталья Фельдман. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну а прежде чем начать наше обсуждение, я должна рассказать вам, дорогие друзья, что наш телефон 44-40-47. Присоединяйтесь к нашему родительскому собранию. Мы готовы выслушать голоса всех родителей, в том числе и бабушек, и дедушек. Ну а кроме того, мы предлагаем вам поучаствовать в нашем интерактивном голосовании. Вопрос мы сформулировали так. Вы выберете программу обучения, ну, соответственно, для вашего ребенка, или внука, или, может быть, племянника, классическую, проверенную, 60-16-31, звоните из сотовых, из городских телефонов, звонок абсолютно бесплатный. Или же вы выберете инновационную, современную, так, чтобы ребенок был действительно в современном пространстве и ни в чем не уступал сверстникам. Звоните 60-16-32. Ну а мы начнем разбираться в теме. Итак, я начала с того, что февраль – это время, когда начинают формироваться и работать классы подготовки к школе. Вообще они нужны, по-вашему, Наталья? Вот вы своему ребенку в такой класс рекомендовали? Я думаю, что ребенка ни на какие курсы по подготовке к школе не отдавала. Но однозначно сказать, что они полезны или вредны, я не могу. Мы можем выделить несколько факторов, плюсов и минусов. Например, если вы хотите отдать ребенка в какую-то конкретную школу, особенно если это не просто школа, а гимназия, какой есть смысл походить на эти самые курсы по подготовке к первому классу? Во-первых, чаще всего эти курсы ведут учителя, которые потом будут набирать классы. И у вас есть возможность посмотреть на учителя. Потому что для ребенка, ну, может быть, я так немножко крамольную вещь скажу, неважно, чему его будут учить, важно, как и в каком окружении. Если ребенку комфортно, он может усваивать даже самый сложный материал, ну, там, при условии нормального интеллекта и отсутствии прочих нарушений. Если ребенку некомфортно, даже если он очень умный, он может оказаться среди неуспевающих. И роль учителя в начальных классах очень велика. Поэтому, если вы хотите в престижную школу, считаете, что у вас ребенок очень умный, талантливый, отдавайте его на курсы, чтобы посмотреть, как он сойдется с этой учительницей. То есть просто узнаете, набирает ли она, не набирает ли. Посмотрите на атмосферу, на саму школу. Вот для информации, для себя и для спокойствия. Если вы думаете, что ребенок каким-то особенным образом подготовится, ну, возможно, но это не самое главное. Существует психологическая готовность к школе, которая не менее важна, чем умение читать, писать, считать и прочее, чему сейчас беспокойные родители начинают учить детей практически с тренок. Ну что же, Екатерина, в вашем случае вы будете проводниками в Жоховскую систему для нас, потому что я-то о ней услышала, наверное, как раз два года назад, когда мы раздумывали по поводу того, куда отдавать дочку, и мне рассказала об этом о приятельнице, которая водила в нашу же группу свою девочку. Она была в восторге, говорила, что это что-то необыкновенное, но по всей видимости не нашла соратников, таких инициативных родителей, как вы. Расскажите, как вы восприняли, откуда вы узнали о Жоховской системе и о ее главной сути для наших зрителей, кто первый раз об этом услышал? Да, дело в том, что у меня подрастают детки, и когда я столкнулась с вопросом, куда же отдать своего ребенка, какую выбрать систему обучения, основной момент, который я стала решать, это как раз, как сделать так, чтобы индивидуальность ребенка не убить в школе, чтобы его там не подавили, чтобы он максимально раскрылся. И я узнала как раз из средств массовой информации, из интернета, о том, что в Москве очень популярна такая инновационная система, автор которой заслуженный учитель России Владимир Иванович Жохов. И более подробно изучив эту систему, я поняла, что как раз это то, что я давно искала, те идеи, которые он озвучивает, это здоровье, сбережение, потому что я считаю, что действительно в начальных классах, и как доказывает практика, очень часто у деток страдает спина, зрение и прочее. Он все эти вопросы решает в своей системе. Ребенку интересно учиться. Вот важный момент, как не подавить именно интерес ребенка к обучению. Для меня, как для мамы, это тоже очень важно. И тоже эти все вопросы, ответы на них я нашла в его системе обучения. Поэтому я очень рада, что у нас получилось организовать такой класс и отдала своего ребенка туда. Сколько вас таких вот в вашем классе смелых родителей? Я считаю, что вы смельчаки. На самом деле во Владимире уже функционирует порядка шести классов, работающих по этой системе. Это в первой школе, в сорок первой и в пятой школе. Мы встретимся еще с одним родителем, который также выбрал эту систему. Но мне-то интересно, Наталья, вот Жоховская система, она ведь инновационная, она необычная. Она похожа на что-то? Вот как бы вы описали, что это за система? Я с ней в довольно общих чертах знакома. Но нельзя сказать, что она совсем уж инновационная. В каком плане? Ей, насколько я понимаю, около 30 лет. То есть это система, подкрепленная практическим опытом. Я думаю, что за 30 лет уже не одно поколение школьников успели поучиться и в начальной школе, и дальше, собственно, школу закончить, и, наверное, даже институт тоже. Вот бы их сегодня в эфире, но мы пока их не нашли. Да, у нас таких пока нет. Насколько я понимаю, сейчас самые старшие это второклассники, да? Нет, сейчас самые старшие, на самом деле, уже где-то заканчивают школу. Вы их знаете? Вы знаете, я, к сожалению, нет, но я общалась с родителями, которые закончили как раз начальную школу, то есть с родителями четвероклассников, которые перешли уже в пятый класс, то есть они действительно довольны. Ну, вот знаете, Катя, какую я вижу здесь опасность? И это касается не только Жоховской системы, а и любой другой, когда делается упор на индивидуальность ребенка, на творческие способности, уделяется внимание и физическому развитию, и творческому, и прочему, прочему, прочему. Это здорово. Важно то, что с ребенком происходит, когда все дети переходят в пятый класс. То есть если, например, после любой инновационной системы в начальной школе дети попадают в обычное среднее звено и в стандартную программу, им становится очень тяжело. Во-первых, потому что система совсем другая, ну, всем из знакомых. И привычки совсем другие, да. И эти привычки не помогают им учиться в обычной школе и по обычной системе. Прежде чем спросить у Натальи, боится ли она этого, и как она собирается с этим справляться с своими, я так понимаю, два сына, да, у вас? Дочка и сын. Дочка и сын со своими детьми. А мы сейчас познакомимся с нашим зрителем, который присоединился к беседе. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос задает Иванов Олег Владимирович. Вот как его порядок. Я, конечно, проголосовал за второй вопрос, это безусловно, потому что возврата нет к этому. Но я понимаю инновацию современную. Но какая разница между инновацией городской и сельской школой? Вот здесь вот мне непонятно, могут ли ответить товарищи ваши по тому этому вопросу. Инновация. Какая инновация в городе и в деревне? Разница есть. Спасибо. Ну, действительно, да, мы сейчас в городе-то вот шесть классов организовали, таких вот инновационных, таких передовых, да, и только-только начинаем этот путь во Владимире. А что касается села, Наталья, как бы ответить? С селом, конечно, ситуация более грустная. Почему? Потому что, во-первых, там сейчас гораздо меньше детей, соответственно, школы сокращают, укрупняют, и плюс ко всему далеко не все учителя едут в школы работать, особенно в сельские школы. Не все хотят возвращаться и прожить всю жизнь в деревне, и учить детей. Вот, ну, к сожалению, это наша печальная реальность, хотя там на уровне города... Государство все старается сделать, чтобы вернулась молодежь. Государство действительно старается делать много, и надбавки очень хорошие у сельских учителей. Вот, но вот иногда просто не хватает хороших педагогических кадров, и это очень печально, конечно. Но я надеюсь, что сейчас что-то будет меняться в связи с поддержкой школы, и там с десятилетием детства, которое у нас объявлено, и с прочими программами, там, по привлечению молодежи в село. Потому что, конечно, когда в деревне есть дети, деревня живет. Когда из деревни дети исчезают, все, нет школы, нет клуба, нет магазина и нет будущего, да. Итак, вернемся, Наталья, Екатерина, к тому моменту, когда вы наверняка задумывались еще, когда вели своих малышей в первый класс. А как же потом, вот, при переходе с четвертого в пятый вообще образовательную школу? Да, вы знаете, Владимир Иванович Жохов действительно продумал этот момент, потому что система только на начальную школу пока разработана, возможно, будет что-то в дальнейшем, но пока так. В дальнейшем каждый год постепенно уровень программы Жохова снижается, и во втором, в третьем классе учитель все больше и больше подключает именно основную программу, то есть именно не игровые моменты, да, то есть если в начальном классе, в первом классе они больше играют, им разрешено свободное, можно сказать, перемещение по классу, у них больше такой вот сюжетно-рулевых игр, то в дальнейшем второй, третий класс постепенно сводит именно к обычной системе, то есть уже система оценок вводится, ну, соответственно, и все как в обычной системе, поэтому я не думаю, что будет здесь проблема какая-то. Еще хочу сказать, что Владимир Иванович за первые два года ребенок проходит, вернее, за первый класс ребенок проходит два года, и уже к концу ноября, можно сказать, ребенок освоил программу первого класса. Я-то нашла такую информацию в фильме, что даже к концу первого года обучения ребенок осваивает всю программу начальной школы, то есть вот такой фильм я видела, и, по-моему, там Владимир Иванович сам как раз выступал. Да, базово, да, то есть они пробегаются, проходят по всей программе, почему, потому что доказано, что у ребенка работает вот именно строение мозга прополушарно, там, да, лучше в возрасте с 6 до 7 лет, то есть он легче осваивает, он легче в процессе игры, и поэтому он старается в этот промежуток многое дать ребенку, а в дальнейшем он закрепляет второй, третий, четвертый год. Один из тезисов, который пропагандирует как раз система Жохова, это то, что ребенок должен быть свободен. Вот для того, чтобы объяснить нашим зрителям, как вообще строится урок, дети могут ходить, вставать, они могут в игре продолжать считать и вообще заниматься всем чем угодно. Ну, это так воспринимает, наверное, взрослый человек. Вот давайте сегодня я буду скептиком. Вот я, если честно, вот, например, дочку свою я представляю в этой системе, а сына вот не очень. Есть дети, которым это не подходит, Екатерина? Ну, я думаю, возможно, да, кому-то не подходит, но хочу подчеркнуть то, что в игровых моментах им интереснее. Они за один урок сотни примеров делают, им интересно, у них к концу урока нарастает темп, они вместе выкрикивают правильные решения, да, там, возможно, кричать, они поют, они делают зарядку. То есть у них к концу урока нарастает настолько интерес, и, то есть их остановить невозможно. Наталья, с точки зрения психологии. Я, да, я могу как раз это прокомментировать. Я посмотрела, минимальный возраст, с которого можно брать ребенка в школу, именно по Жоховской системе, это 5 лет 3 месяца. И тогда эта система хороша для родителей, которые считают, что вот уже ребенку в школу пора, потому что он уже умный. Вот если такого ребенка, там, в 5,5-6 лет отдать в обычную школу, ему будет психологически тяжело. Я уже говорила про психологическую готовность. Вот примерно до 7 лет у ребенка ведущая деятельность игровая. Поэтому если в Жоховском классе у нас есть там детки, которым там 5,5-6 лет, то действительно через игру им усваивать гораздо проще, комфортнее, и действительно они много информации могут почерпнуть. Иногда и для каких-то 7-летних детей это тоже может быть полезным, у которых ведущая игровая деятельность еще не сменилась ведущей учебной. Вот дети уже после 7 лет в норме своего психологического развития, да, они переходят на другой вид деятельности учебную, и они уже способны там сидеть весь урок, выполнять требования взрослого в виде каких-то словесных указаний. То есть действовать по инструкции, которые взрослый озвучил, и они дальше самостоятельно делают без его напоминаний. И много-много-много других маленьких компонентов, из которых эта психологическая готовность к школе складывается. Через игру, да, вот этот этап можно очень хорошо пройти. И это плюс. Да, это плюс. Еще один тезис. Родителям запрещено подходить детям, когда они выполняют домашние задания. Прям запрещено, прям никогда не под... Вот за 2 года обучения старшего вы ни разу не подходили. Знаете, да, очень удивительно, но ребенок сам хочет делать уроки. В жесткой системе это как поощрение. То есть здесь именно нужно привить ребенку, что учеба – это интерес, это награда, это не какая-то проблема, сложность. А именно даются небольшими порциями, на небольших листочках какие-то задания. Им легко делаться. Они уроки делают 15-20 минут. Вы знаете, у меня дочка учится в первом классе, и в принципе она тоже делает это без особого напоминания. Делает сама в продленке. Мы только можем с ней проверить. Иногда я не проверяю, если уж честно, и быть. И по большому счету... Вот знаете, какой вопрос у меня тогда возникает, Катерина? Вот что же было той главной отправной точкой? Почему же вы уверены, что в обычной классической традиционной системе, которая сегодня в большинстве первых классов, да не только Владимир, да и всей России, в школах преподается, что в ней что-то не так? У вас был опыт, вы наблюдали за детьми соседей, коллег? Я считаю, что сейчас большое количество детей, они как бы подавлены, у них пропал интерес, пропал огонек, пропало какое-то желание, на мой взгляд. И мне вот важно было в первую очередь это. Достаточно такое свободолюбивое, доброе, ну вот такое отношение к детям. Именно, чтобы во главе стояла не учитель, а именно индивидуальность, именно сам ребенок. То есть для меня был, скорее всего, этим вот фактором. Наталья? Как вы прокомментируете? Еще раз повторюсь, что в начальной школе главный человек – это учитель. И не так важно, какая система, гораздо важнее, любит ли учитель детей. Вот тут у нас уже появилась дискуссия. Наталья говорит, что учитель, да, важно, чтобы был тот человек, на которого хочется равняться. А Екатерина говорит, нет, важно, какая атмосфера, как там вообще все у него организовано. На самом деле у нас очень замечательные учителя, и они смогли найти вот как раз тот ключик к детям, именно ключик, именно заинтересовать, именно вот та система, которая позволяет в тандеме работать учителю и, ну, самому как бы ребенку, самому классу. То есть это дружная семья, дружная компания, которые идут вперед, изучают, и им интересно. Можно объяснять нашим зрителям, что жоховские классы, да и классы, наверное, другой какой-то системы, но жоховская, я так понимаю, что она разрешена, и она входит в рамки в ГОС, и все там в порядке. Открываются на базе обыкновенной школы, если на это согласна администрация школы, и если есть учитель, который готов взяться за это, правильно? Да. Молодой учитель, расскажите про это. Или это уже опытные педагоги? Опытные, у нас опытные педагоги, у нас действительно золотые кадры, очень любящие учителя, они помогают деткам максимально, да, максимально направлено на... Пришлось уговаривать, вы вот прям их искали, или они сами были уже, знали систему и ждали, когда придут инициативные родители, которые будут готовы к этому эксперименту? Ну, знаете, на мой взгляд, это учителя вот от Бога, то есть это учителя, которые узнали, что, оказывается, можно совместить и обучение, и такой вот деятельность ребенка, когда он будет более быстрее развиваться, то есть им стало интересно. И, конечно же, они достаточно быстро нашлись, сказали, да, мы хотим попробовать, для нас это интересно. Наши учителя принимали участие в различных проектах, и там лучший учитель года, то есть у нас очень такие с опытом учителя очень хорошие. Дорогие друзья, мы предлагаем вам присоединиться к нашему разговору, это может быть вопрос, может быть вам интересно, что там еще в системе Жохова такого необычного, для того, чтобы определиться с системой для своего ребенка. Также вы можете ответить на вопрос интерактивного голосования, вы выберете программу обучения, классическую проверенную, тогда звоните 616-31, или все-таки инновационную, современную, не похожую на какие другие, 616-32 звоните в таком случае. Звонок из сотовых, из городских телефонов абсолютно бесплатный, учет ведет компания iEctive, и мы в течение программы будем смотреть, как же меняется мнение наших зрителей по этому поводу. Наталья, а вот, кстати, по поводу делать уроки, мы как-то у Екатерины спросили, а вот вам так окажется, должен быть родитель рядом с ребенком, когда он делает уроки, или не обязательно? Вот, тут история такая, вот, и она, если мы говорим о традиционной системе обучения, все-таки большинство наших учеников начальной школы учатся по традиционной системе, то там схема такая, то есть в первом классе, в общем-то, домашних заданий не полагается задавать. Но они есть. Да, но они есть, да. Но в любом случае, там, первый класс, может быть, второй класс, это время, когда родители могут приучить ребенка к самостоятельной работе, то есть сначала они ему могут что-то подсказывать, следить, насколько он правильно и качественно выполняет, особенно там, что касается прописи и прочего, ну, то есть вот постановка почерка, это не бессмысленное и скучное занятие, это развитие мозга ребенка, потому что это мелкая моторика, и чем больше ребенок что-то делает руками в дошкольном возрасте, играет с песком, лепит, перебирает камушки, мнет тесто, неважно, вот все, что развивает мелкую моторику, вот чем более мелкие и точные движения, тем лучше это сказывается на речи и прочих интеллектуальных функциях. В начальной школе эту роль в какой-то степени выполняет письмо, да, вот. Вот. Дальше, начиная уже со второго класса, надо давать ребенку зоны самостоятельности. И в идеале к концу начальной школы, а еще лучше к концу третьего класса, ребенок уже должен справляться с домашними заданиями сам, изредка приходя к родителям за помощью, там, по отдельным предметам, где он сам не понимает, например, как сделать, или не понял, не разобрался, вот. Потому что в противном случае родители будут с нахмуренными лицами стоять над этим самым, ребенком вплоть до 11 класса, ходить с ним по репетиторам, потом, значит, удивляться, что он почему-то в институте бросил такой престижный вуз, ну, например, да, вот. То есть, если ребенок не научится самостоятельно выполнять домашние задания, это потом оборачивается, ну, достаточно серьезными проблемами и затраченным родительским временем, затраченными нервами. Поэтому вот, ну, в этом плане жоповская система, когда ребенок хочет делать уроки сам и родителей подпускать нельзя, может быть и хороша. Но есть тревожные и беспокойные родители, которым трудно с этим справиться и хочется все равно стоять рядом. Есть такие вот в вашем окружении, в вашей команде, первого и второго класса в школе, в которой учатся ваши дети? Ну, у нас действительно все родители переживают, у нас все родители инициативные, у нас нет просто родителей с улицы, у нас они, ну, как бы, да, знают именно, куда дают своего ребенка, зачем. И, конечно же, они где-то помогают, но все-таки придерживаются. И я хочу сказать, что вот в нашей методике родители, они действительно, они не просто, как бы, не смотрят, да, наблюдатели, они не наблюдатели, они активные участники системы, но их участие заключается не в том, чтобы давить ребенка и говорить, что вот тут ты некрасиво написала, вот тут красиво, и вот так-то, да. А у нас каждый родитель ведет дневник ребенку, у нас обязательно закаливающие процедуры, обязательно там чтение книг определенных, обязательно, ну, то есть режимы дня, помощь по дому, то есть там целая система, когда родители, как бы, участвуют в жизни ребенка. До завершения первой части нашей программы, пока мы встретим следующего родителя, тоже инициативного и тоже смелого, мне бы хотелось у вас, Екатерина, спросить вот о тех реальных результатах, которые вы видите у своих детей, потому что в фильме, который мне удалось посмотреть сегодня в интернете, там говорится о том, что дети, они уже ко второму классу складывают и вычитают трехзначные числа, что они, ну, кстати, на математику вот больше было в фильме такая, именно, как бы, упор, может быть, я, да, в остальном-то как? Что еще они такого уникального умеют, чего не могут дети по окончании первого-второго класса в классической системе, проверенной годами времени? Ну, действительно, в первом классе у меня вот ребеночек, сын пошел, да, и на 1 сентября он не умел не считать, вузначенные числа, там, не писать красиво, и сейчас вот буквально за 3-4 месяца они уже учат таблицу умножения, падежи, знаю там множительное, единственное число, то есть достаточно многие, то есть затрагивают моменты, конечно же, он проходится, может быть, не так глубоко, да, но, действительно, он нравится, они уже достаточно большой рывок сделали. Вопрос к Наталье, не все знают, а Наталья еще и преподаватель русского языка и литературы, так вот, как вы думаете, а надо ли знать детям в первом классе падежи, путаться в них, или там не путаться? Кать, ну, любая информация, все зависит от того, как она подается, то есть если это просто заучивание, например, то это лишнее, а если разговаривать с детьми о том, что язык это вообще большая система, и все устроено очень грамотно и разложено по полочкам, вот на этой полочке так, на другой так, на третий так, я утрирую, конечно, немножко, я не знаю, как это в жопутской системе, но если это создает у ребенка логическое представление о языке, на котором он говорит, это здорово, ничего в этом такого нет. Не важно, какую информацию давать, важно, как она укладывается, вот это гораздо более важно. Ну что же, Екатерина, спасибо вам большое за участие в программе, за обмен опытом. К слову сказать, на данный момент, на середину программы, такие результаты наши зрители, 73% выбрали бы инновационную современную систему, и 27% выбрали бы классическую и проверенную. Вот Екатерина улыбается, и я понимаю, что она считает это своей маленькой победой. Мы продолжим разговор на тему «Учимся учиться» сразу после рекламы, оставайтесь с нами. Телефорум в прямом эфире, сегодня говорим на тему «Учимся учиться», но негласно называем эту программу «Родительское собрание». Сегодня мы пытаемся разобраться в том, какую систему выбрать для обучения первоклассника, да и не только. Все-таки классическую, ту, которая проверена временем, или инновационную, та, которая соответствует по нашим представлениям или по представлениям родителей, учителей, всем веяниям современности. Мы спрашиваем у вас, дорогие друзья, вы какую систему выбрали бы для обучения? Классическую и проверенную? Звоните 601631, или инновационную, современную? Тогда звоните 601632. Ну а к нашей беседе, к Наталье Фельмам-психологу, присоединился еще и Максим Федулов, инициативный родитель, также соорганизатор жоховских классов. Максим, рассказывайте про ваш опыт, когда и откуда вы узнали про эти классы, и что вам с супругой позволило рискнуть? Ну, знакомые миллионеры из Москвы отдали своих детей... Так, миллионеры из Москвы. ...в эту школу. Соответственно, ну, мне тоже надо. Расым надо, и мне надо. Это сейчас была шутка или это реально? Нет, это реально. То есть, я общаюсь с предпринимателями, вот, и от них узнал, московских предпринимателей, от них узнал, что есть такая система. Соответственно, у меня у самого ребенку надо идти в школу. Встал вопрос, а что делать? В принципе, я бы и в обычную школу доволен был бы. Вот, то, что основное воспитание само в семье происходит. Вот, но подвернулась удачная идея. Вот, разобрался, копнул слегка, дал другим людям, знакомым, вот, оценить. И, как бы, людям понравилось. И вот получилось так, что организовались. Мы сейчас должны для наших зрителей объяснить, что Жоховская система, это не значит, что она какая-то платная, ее могут позволить себе только миллионеры. Правильно? Нет, конечно. Это на базе общеобразовательной школы, просто инициативные родители, которые согласны на этот эксперимент. Да, совершенно верно. Все, что надо, это только желание. И самоорганизация. Если говорить про результаты, мы с Екатериной, вашей коллегой по Жоховскому классу, говорили о том, чего добился ее ребенок, а вот вы бы из того, что вы в свои 8 лет не могли тогда делать, а ваш ребенок с этим прекрасно справляется, что бы вы отметили? Ну, я не помню. Я помню одно, у меня иностранного языка во втором классе не было. Вот, а он изучает немецкий, и из третьего класса у них будет еще параллельно пойдет еще какой-то язык. Вот. Ну, это все зависит от родителей, какой язык они выберут. На самом деле, к слову сказать, да, для справедливости ради, что во многих гимназиях Владимира, ну, в принципе, во всех гимназиях, уже с первого класса, есть иностранный язык. То есть, а у вас во втором к английскому еще и немецкий. То есть, два. Нет, у нас сейчас немецкий, и будет либо там испанский или итальянский, что-то такое. То есть, есть какие-то языки, то есть, это не для того, чтобы ребенок знал, а для того, чтобы у него мозг правильным образом развивался. То есть, поэтому ему два определенных языка, которые там, ну, я научных терминов не знаю, то есть, которые к русскому языку ближе. Ага, которые проще будет изучить, чтобы не сломать ту самую, да, нашу систему. Ну, тогда все-таки, если во многих школах уже в первом классе есть иностранные языки, что же вас больше всего привлекло, когда вы копнули поглубже, как вы выразились? Больше всего привлекло, во-первых, сама идея того, что мы берем учителя, благо нам довелось самому его поискать, найти. Вот, это уже позволило выбрать одного из самых хороших, замечательных и лучших учителей, да, и дать ему дополнительно, как сказать, образование или помощь от умного человека. Ну, вот как-то так. То есть, хуже точно не будет. Будет только лучше. А, так систему прямо-таки сам создатель ведет. Владимир Иванович обучает. То есть, система выстроена так, что вот обычный преподаватель, если мы его берем, он пять лет учится в институте. Вот, и, соответственно, специалиста быстро получить не получится. Особенно еще и опыт нужен. Вот. Владимир Иванович выстроил так свою систему, что он параллельно занимается, каждую неделю с учителем по скайпу, с учителями всей страны по скайпу, проходит занятие по последующей неделе. То есть, разбирают и в режиме онлайн изучают новую тему. Потому что учителя, они сами до конца от и до все не знают. То есть, он по горячим следам преподает, и как бы учителя сразу это применяют. Наталья, вот мне кажется, что это некий эксперимент. Что вот, когда вот так прям ведут, это означает, что нет еще такого, каких-то наработок. Может, мое ощущение такое со стороны? Я же не внутри. Нет, это... Ну, вот у нас есть известные педагоги советского периода, которые в том числе предлагали, собственно, Давыдов и Ликонин, Занков, от которых все мы выпускники педагогического вуза. И тоже они инновационными считались. Да. Но тогда не было таких средств связи и технических возможностей, как сейчас. Вполне возможно, что если бы скайп был в советские времена, то эти педагоги тоже бы давали какие-то онлайн уроки. И я думаю, что это было бы именно так. Потому что, ну, вот насколько я себе представляю, человек, который выстроил одну большую качественную систему, заинтересован в качественном результате не только у себя в школе, в классе, иначе зачем бы он ее распространял, а в том, что его идеи, которые он уже опробовал на практике, реализуются правильно. Ведь, собственно, какая система хорошая, а какая плохая, если совсем просто. Вот если система воспроизводится без лидера, это хорошая система, работающая. Сейчас у тех, кто следует системе Жохова, есть замечательная, уникальная возможность общаться с основателем этого метода, задавать вопросы, узнавать какие-то тонкости, мелочи, без которых эта система превратится просто в хороший вариант стандартный, например. И мне кажется, наоборот, это здорово, что он держит контакт со всеми, кто открывает Жоховские классы, потому что этим самым он повышает качество внедрения именно своей системы, именно так, как она должна. Но только через годы, дорогие друзья, мы сможем понять, сможет ли она существовать без лидера и действительно стать одной из базовых. Вы прям видите ее, Максим, что она может стать базовой? Или это действительно не для каждого родителя, не для каждого ребенка и не для каждого учителя? Кому что надо. Все-таки не для каждого. Кому-то и не надо. Кто-то доволен тем, что есть. Кто-то вообще не хочет задумываться. То есть вот отдал ребенка в школу, все, через 11 лет его забрал. То есть все индивидуально. Кому что надо. Кому-то хочется одно, кому-то другое. Слава богу, есть выбор. Как, кстати, у вас в классе с той самой дисциплиной, о которой много говорят и пишут. Кстати, если заглянуть в интернет, то можно не только восхваляющие фильмы найти, но и очень большое количество форумов тех людей, которые попробовали, обожглись. И там про все много всего написано. Цитировать не буду. Но в частности про дисциплину говорят, что дети дерутся, не справляется. То ли учитель, то ли, я не знаю, что-то пошло не так. И у детей нет дисциплины. Как у вас? На 100% я не могу сказать, как у нас там с дисциплиной и как в сравнении с другими классами. То есть, мне кажется, в любом классе, в любой школе возникают проблемы с учениками или еще с кем-то. Но это обычное явление. Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Все зависит от детей, от учителей, от детей, от родителей, которые привели своих детей. То есть, все индивидуально. И нигде не угадаешь. Я могу добавить, поскольку я сейчас работаю в информационном центре по атомной энергии, к нам начальная школа из всех школ очень любит водить детские лагеря. Где дети с первого по четвертый, иногда по пятый класс. И, конечно, по большей части это не специально приведенные жоховские классы. Это обычные дети из обычных школ. Это дети из гимназии, это дети из лицеев. Дети самые разные. И я заметила одну закономерность. А у нас там порой по 100 человек в день бывает и больше из разных школ. Вот чем больше дети заорганизованы в школе, тем более беспорядочно и недисциплинированно они себя ведут, попадая в свободное пространство. То есть, пружина, которая сжимается в школе, разжимается, когда не выходит за эти границы. Любая сильно сжатая пружина разжимается. Но бывает, например, и так. То есть, например, приводит учитель в класс, и дети все расползлись, разбежались. У нас там экспонаты интересные, значит, что-то можно измерить, таблички взять. Ну, в общем, есть на что посмотреть, есть что потрогать. И кажется, что все, сейчас дети все разнесут. Но учителю достаточно одной-двух фраз, сказанных не очень громким голосом. И дети сразу же собрались, построились и готовы проходить в видеозал. Бывает такое. А бывает, что дети не реагируют на громкий голос ни учителя, ни наш, пока учитель не начинает громко кричать. Такое, к сожалению, тоже бывает. И я опять возвращаюсь к мысли, что все зависит от учителя и от разумного баланса, который важен в любой системе. Понятно, что в Жоховской системе это основополагающий принцип, на котором все строится, если я правильно понимаю. Но если учитель сам не очень к системе подходит, наверное, могут быть проблемы, с которыми столкнулись те самые люди, которые пишут отрицательные отзывы. Мы тут без вас, Максим, обсуждали еще тот момент, вот этого перехода из начальной школы, которая, как оказалось, в Жоховской системе практически чуть ли не на первом классе заканчивается. Дети обучаются всей той, в ГОСовской, что называется, программе за один год, а дальше они улучшают свои знания, углубляют какие-то свои, в том числе, творческие способности, развивают мозг. Прям так и написано, 2-й, 3-й, 4-й класс, развитие мозга, прям вот первоочередной. Так вот, при переходе с 4-го в 5-й в обычную школу, в которой не было Жоховских классов, вот вам не кажется, что будет, может быть, трудно, или вы этого пока не боитесь, потому что далеко? И в обычной этой школе трудно, наверное. Да, согласен. Вот, поэтому мне, ну, как бы, я этого не боюсь, все нормально. Единственное, что, конечно же, надо бы, и директор пообещал, по крайней мере, нам, то есть подбирать более сильных учителей. Потому что после Жоховских классов дети более живые, требуют знаний, и, как правило, если им дать потом слабых учителей, то есть, конечно, это будет уже не очень хорошо. Им будет скучно. Вот, ну, мне кажется, даже, и если мы не говорим не про Жоховскую систему, да, в любой, в любом, в любой школе, если дать слабых учителей, ну, это будет не совсем хорошо и интересно. В общем-то, все годы обучения, все зависит от учителя. Да, все зависит от учителя. И, собственно, последний конкурс Учитель года, который по варианту тоже показывали, финал, да, особенность же была в том, что там только молодые педагоги участвовали со стажем работы до пяти лет. И я скажу, что мне очень понравилось то, вот как они себя позиционировали. Мы тоже с ними немножко взаимодействовали в рамках нашей работы. Ведь дело не только в стаже работы, да, есть какие-то вещи, которые мне научат в институте. Это вот те самые профессиональные мелочи, которые у сильного учителя с большим стажем есть и в большом количестве. Но есть молодые педагоги, у которых горят глаза и которые хотят учиться у более старших коллег, и которые очень активно себя проявляют и на своих же ошибках учатся. И, конечно, классно, что у нас в городе такое тоже есть. Там, кстати, в финал вышли два учителя по системе Жохова. О, вот, а я не в курсе была, например. Такое, дорогие друзья. Но не стали победителями. То есть, нет, не стали победителями. Ну, в любом случае, это стаж работы до пяти лет. Да, здорово. И потом, не каждый учитель способен решиться на что-то новое. Вот, вот. То есть, человек, учитель, который способен это сделать, это говорит о том, что он, ну, как бы развивается. Это уже интересный человек сам по себе. То есть, это уже какой-то отбор от общей массы учителей происходит. Раз уж мы сегодня говорим, ну, два представителя системы Жохова, мы должны, наверное, обознать еще современные системы, которые вас, Наталья, ну, привлекли, да, из того круга, который представленный, ну, пусть не во Владимире, потому что все у нас начинается с городов-миллионников, а потом постепенно приходят к нам. Так вот, что еще есть такого современного, необычного, что нам предстоит изучить? Ну, из необычного, и у нас во Владимире это есть, это Вальдорфская, например, школа, которая работает достаточно давно, когда я еще училась в ВУЗе, как раз вот на учителе русского языка и литературы. Я помню, мы туда ходили, и там уроки плавно перетекали в концерты, потом опять в уроки, вот, но у этой системы тоже есть, например, свои критики. То есть, вот, ну, кто-то говорит, что, например, не хватает там какого-то уровня знаний, да, вот, ну, ничего не могу сказать, вот, ну, какие-то вещи можно понять, только если, например, собственный ребенок отучился, или если ты там работаешь, чтобы вот, ну, как-то очень... Есть некая финская система, я про нее слышала, ничего не слышали. Ну, только какие-то общие самые вещи. Да, что тоже, что там база, это как раз то наше советское образование, которое даже еще, вот, например, мне не досталось, а скорее досталось родителям, но оно дополнено различного рода современными технологиями. Это не про Россию мы говорим. Мы не про Россию сейчас говорим. Да, и я с Владимиром Ивановичем, когда общался лично, то есть, он говорил про финскую систему, я просто сейчас вспомнил, вот, он говорил, что она очень хорошая, то есть, это советская старая система, просто в которой там чуть-чуть что-то доработали, как бы, и она считается одной из самых сильных сейчас, да, в мире. Завершается сегодня наша встреча. Мы должны подвести итоги голосования, вот, знаете, не знаю, к радости или к печали, но изменились результаты. За классическую проверенную проголосовало 40% дозвонившихся, за инновационную современную 60%. Ну, вот туда, вот, в классическую современную, я, пожалуй, добавила себя, потому что я, наверное, человек достаточно консервативный, я боюсь экспериментов. Но сегодня у нас было два представителя таких инициативных, смелых людей. И, Максим, в завершении сегодняшней встречи мне бы хотелось от вас услышать совет тем родителям, которые вот сегодня находятся на перепуте. Все-таки что выбирать? Ту школу, которая поближе к дому? Ту школу, которая тебе знакома, понятно, что там будет и чего ждать? Или все-таки решиться на эксперимент? Нет, я бы сказал, отдавайте мальчиков в спортивной секции. Мужиков не хватает. Вот, именно в спортивных секциях, то есть, это борьба прежде всего, то есть, воспитываются мальчики. А интеллект, он придет, да? Придет. Это если он есть, то он будет развить. Да, будет желание и стремление к чему-то, и как бы тяга к победам, то есть, любой ребенок разовьется легко. Вот такой неожиданный поворот. Сегодня в студии телеканал «Вариант» Максим Федулов, инициативный родитель, соорганизатор Жоховского класса, отец школьника. Максим, спасибо за обмен опытом, за ваше мнение. Наталья, давайте попробуем сказать, что по-вашему, вот вы ожидали таких результатов, или для вас они неожиданны? Результаты неудивительны, потому что сейчас родителям хочется быть прогрессивными. Слово «инновация» очень модное. Некоторые услышали слово «инновация». И уже набрали телефон. Да, но я так думаю, что после, собственно, нашего общения с Екатериной стало понятно, что Жоховская система, это не та система, когда ты отдал ребенка и забыл про него на 11 лет, где родители полноправные участники процесса, где они часть системы, а это значит, что нужно систематически свое время, нужно уделять ребенку, но не так, а ну, пойди и сделай, да, а и самим вовлекаться в то, что происходит. Конечно, не все могут себе позволить, может быть, с этим связано то, что у нас так изменились процентные соотношения в голосовании после перерыва. Сегодня, пообщавшись с родителями, которые изнутри, что называется, знают Жоховскую систему, инновационную систему, которая сегодня развивается во Владимире, одна из тех современных систем, вот вы какие выводы сделали для себя? Ну, я думаю, что хорошо, что подобрались родители единомышленники, что они нашли себе таких учителей, с которыми детям комфортно, и я, собственно, возвращаюсь к той мысли, которую уже высказывала несколько раз, и не только на этой программе, если ребенку комфортно с учителем, если ему интересно учиться, не так важно, какая система, он возьмет все и еще чуть-чуть, если ребенку с учителем плохо, он не возьмет и половины того, что мог бы в другой ситуации. Дорогие друзья, итог сегодняшней программы, выбираем учителей, думаем о будущем, будем с вами современными, но не будем забывать о наших корнях и о том, какой опыт уже получили предыдущие поколения. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, оставайтесь с вариантом. Спасибо.